Задача построить линию пересечения сферы фронтально проецирующей четырехугольной призмой и показать в проекциях видимость линии пересечения. Если мы посмотрим внимательно на проекцию, на фронтально проецирующую проекцию, то мы сразу эту линию пересечения увидим. Вот эта линия пересечения здесь проходит, то есть уже здесь проблемы большой нет. А вот здесь ее нужно построить, эту линию пересечения. И не просто построить, здесь есть нюансы такие, что часть линии будет видимая, часть невидимая. Ну давайте сразу подумаем, что мы будем видеть из линии пересечения, а что мы не будем видеть. Значит мы будем видеть вот эту часть, которая идет до оси линии пересечения, а то, что ниже вот эту часть, то мы видеть соответственно не будем. Да, не будем. Вот это надо сразу помнить и иметь в виду. Ну давайте сразу поработаем с фронтально проецирующей призмой и с ее линией пересечения на фронтальной плоскости. Мы можем эту линию обозначить, но давайте ее обозначим. Эта линия пересечения будет здесь. Идем он следующим образом. Вот так. Линия пересечения есть. А теперь воспользуемся методом секущих плоскостей. Для этой цели мы проведем секущие плоскости. И проведем их. Одна у нас есть, будет проходить вот здесь по оси. Вторая, логично, что она должна пройти вот здесь, где у нас идут характерные точки вверху. Ну еще одну хотя бы нам надо построить в промежутке. Обратите внимание, что я ничего здесь не измеряю, а строю ее так приблизительно на глаз. Дальше. Одна должна проходить бы через эту точку. Вот нам через эту точку. Ну, поскольку здесь будет у нас одна из точек линии сечения. Ну и одну, конечно же, где? Вот здесь внизу, да? Здесь внизу. Вот этих плоскостей у нас их получилось здесь 3, 4, 5 штук вполне достаточно. Достаточно. Где-то в каких-то точках у нас будут, на этих плоскостях будут располагаться точки. Давайте мы эти точки сначала обозначим. Ну, одна точка здесь, одна здесь. Дальше. Здесь у нас будет две точки. Одна в этом месте находится, другая в этом. Так, потом здесь, соответственно, точка. И здесь тоже точка. Дальше. Здесь у нас будет, ну, если мы продлим так плоскость дальше, то точка эта будет располагаться. Вот одна здесь. И одна здесь. Так, и еще будут у нас точки располагаться внизу. Одна справа и одна слева. Вот все точки. Давайте эти точки обозначим сразу, чтобы нам удобнее было с этим работать. Ну, и начнем мы вот с этой точки. Точка будет 1 проекция 2, 2 проекция 2, 3 проекция 2, 4 проекция 2, 5 проекция 2, 6 проекция 2, 7 проекция 2, 8 проекция 2, и 9 проекция 2, и 9 проекция 2, и точка вот здесь будет 10 проекция 2. Все, вот все необходимые точки. Ну, здесь обозначение чуть-чуть подвинем. Теперь осталось нам что сделать? Найти эти точки вот здесь на горизонтальной плоскости проекции. Теперь давайте будем думать. Если мы первой плоскостью разрежем нашу сферу, то что мы получим, когда будем смотреть сверху? Окружность. И эта окружность будет у нас радиуса следующего. Вот такого. То есть, ну, 43, получается и 6. Округлим 44. Значит, изобразим вот эту окружность радиуса 44. Изобразили. И здесь у нас будут лежать две точки на ней. Вот если мы проведем линию связи здесь, то вот обнаружится одна точка будет здесь, а вторая линия связи проведем вниз, то обнаружим, что она будет лежать вот здесь. Ну, это можно было бы и предположить, да? Предположить вот эти точки две давайте мы с вами и обозначим. Одна точка, вторая точка. Теперь такие же точки будут и с противоположной стороны. Поэтому сразу давайте и там и обозначим. Одна точка и вторая. Вторая точка обозначили. И эти точки у нас по номерам 4 и 5. Давайте их сразу подпишем. Поскольку точек у нас много, для того, чтобы мы не путались, так и подпишем. 4 проекция 1. Это будет 5 проекция 1. И здесь 4 проекция 1 и 5 проекция 1. Есть. Дальше. Теперь исследуем следующую плоскость. Вот когда мы здесь проведем, то что у нас получится? У нас получится окружность вот такого радиуса. Давайте этот радиус померим. Вот он. Это радиус будет у нас 57 миллиметров. Изобразим окружность радиусом 57 миллиметров. 57 миллиметров. И теперь проведем линию связи. У нас здесь есть точка 3. Ну, с двух сторон она будет находиться. Проводим линию связи. Под углом 90 градусов. И откладываем. Одна точка. И внизу будет вторая точка. Так. Теперь посмотрите, что мы будем иметь. Видимо, эта точка будет видимая. Да? Обозначаем. Значит, это будет точка у нас здесь. 3. Проекция 1. И с обратной стороны тоже это будет при проекции 1. Есть. Ну, точно так же мы вот рассмотрели. Смотрите, первую, вторую. Теперь вот третья плоскость. Здесь радиус у нас будет максимальный. То есть окружность здесь будет вот эта. И на этой окружности у нас должна находиться точка под номером 2. Проводим линию связи. Провели. И эта точка у нас окажется где? Вот здесь. Это одна точка. И с противоположной стороны точно такая другая. Подпишем эту точку. Это будет у нас точка 2 проекция 1. И здесь 2 проекция 1. Подписали. Дальше. Теперь посмотрите внимательно. Дальше у нас будет окружность. Ну, чтобы мы с вами не путались, я вот эти окружности уже готовые удалю. И давайте опять измерим. Что у нас получается. Здесь радиус 58 миллиметров. Изображаю я окружность радиусом 58 миллиметров. И провожу линию связи. Вот она, линия связи. 90 градусов. И посмотрите, у меня получилось, что точка будет одна находиться здесь. И одна будет находиться здесь. Подпишем эти точки. Значит, эта точка у нас будет под номером находиться 1. Да? Под номером 1. Хорошо. Подписываем. И эта точка у нас будет невидимая. Поэтому я ее обозначу так. 1, проекция 1, в скобочках. То есть она невидимая. Опять в скобочках. 1, проекция 1. Есть. Дальше. Обозначили. И вот у нас еще здесь будет точка 10. Опять же, измерим, какой здесь будет радиус. 45 миллиметров получается. 45 миллиметров. И ищем эту точку. Тоже она будет у нас. Так, видите. В одном единственном месте. Вот она, точка. Еще раз. Это будет точка у нас по номеру 10. Так, и тоже обозначим ее в скобочках. 10, проекция 1. Есть. Вот эта точка здесь. Ну, сам кружочек у нас удалился. Мы его еще раз поставим. Есть. Так, дальше. Теперь посмотрите. Вот на этой же у нас оси будет лежать точка 9. Да? Точка 9. Точка 9. И если мы с вами посмотрим, где это у нас будет. Она, то есть вот наша окружность. Там, где лежит точка 10. И вот она, видите, она почти совпадает с точкой 5. То есть вот тут будет находиться точка. И она будет находиться вот здесь. Да. Но это будет точка 9. Обозначим эту точку. И обозначим ее в скобочках. Это будет 9, проекция 1. И такая же точка будет с этой стороны. Вот она будет. У нас 9, проекция 1. Ну, теперь давайте разберемся, да. Где, какая точка должна быть. Пятая должна быть вот тут. А 9 мы сейчас ставили на окружности. Значит, она должна быть вот тут. И точно так же здесь. 9 вверху. А 5 вот тут, вот внизу. Вот они. Они рядом, но различаются. Теперь давайте подумаем, где будут находиться еще точки. У нас еще точки есть 8, 7, там 6. Точка 8 будет находиться на окружности радиуса 57 мм. Изобразим эту окружность 57 мм. И вот она, да, получилось 57. И проведем линию связи. Ну, это вот она будет, эта линия, да. А сама точка, кажется, у нас здесь. Это будет одна. И снизу будет вторая. Так, теперь. Это у нас получилась точечка 8, да, в скобочках. Давайте ее так и обозначим. Вот здесь она будет. Скобочка 8, проекция 1. И внизу это будет скобочка 8, проекция 1. Есть. Дальше точка, точка следующая 7. 7 будет лежать вот на этой окружности, да. И, соответственно, где она будет находиться вот здесь. Вот здесь 7. И дальше 7 здесь. Ну, в принципе, видите, они будут лежать на одной прямой. Поэтому можно было даже, в принципе, их и не обозначать. И не искать. Скобочка 7, проекция 1. И вверху это будет точка, скобочка 7, проекция 1. Есть. И у нас еще осталась шестая. Ну, давайте посмотрим по логике вещей, где она у нас должна оказаться. Ну, должна оказаться вот на этой окружности радиусом 50. Так, меряем. Да, 57. Радиусом 57. Такая окружность у нас уже должна быть. 57. Вот она есть. Ну, и видите, где она оказывается. Вот она тут между этими точками находится. Поэтому мы ее обозначать и не будем. Теперь давайте из этих полученных точечек удалим вот то, что мы строили, линия связи. И сейчас попробуем построить непосредственно линию пересечения. В начале первый участок, тот, который будет виден. И начать мы должны с точки 5. Точка 5, вот она находится здесь. Дальше идет точка 4. Дальше идет точка 3. Точка 2. И точка 2, это у нас точка последняя, которая видимая, да, получается. И вот здесь получается последняя, которая видимая. И дальше все. Так, проверим. Последняя, которая видимая, да, последняя, которая видимая. Теперь точно так уже проведем с обратной стороны. Вот точка 5, точка 4, точка 3, точка 2. И это последняя, которая видимо. Так, кусочек у нас есть. Теперь давайте подумаем. Как дальше у нас будет линия пересечения идти? Вот у нас есть точка 5, 4, 5. А дальше идет 6, 7, 7, 7 лежит у нас вот тут на границе. На границе. И значит, этот кусочек мы до 7 будем видеть. Поэтому строим здесь вот этот кусочек. От 5 до 7. Вот так. И с противоположной стороны, из 5 до 7 построили. А теперь думаем дальше. Дальше идет у нас вот здесь пошла линия. Мы должны попасть куда? Вот сюда должны попасть на вот эту вот стуку, которая у нас 10, да, 10 линия. И у нас идет, смотрим еще раз, 9 и 10. Так, 9 точка у нас, 9. Так, еще раз смотрим. 5, 6, 7, 8, 9. Так, 5, 6 мы не строили. 7, потом 8, 9. И с 9, дальше на 10. Вот так. Значит, строим вот эту линию. Ну, она у нас будет пунктирная. Кривая. С 9. Ну, вот так по этой построим. Десятой. Вон сюда. Ну, промежуточную точку я поставлю. И на 9 вернусь. Вот так веду. Теперь давайте проверим еще то, что у нас получилось. И подумаем. Вот здесь. Вот эта линия, начиная особенно с 5. А с 5 она должна идти до 7. Вот она будет видна. И потом снизу это будет идти после 7, 8, 9. После 7. То есть она будет пунктирная тут возвращаться. Точно так же идти под сплошной. И потом идти сюда. Вот такой сложный вариант. Ну, плюс еще мы одну часть оставили. Которую должны построить. Та часть, которая будет видимо линией. Да, ну, у нас в принципе до сюда и все. Больше не видимая. А, да, больше мы видеть не будем. Да, ничего. Здесь. Вот и, собственно, все. Теперь остался один момент еще сделать это. Что определить видимое. Что мы будем видеть, а что мы не будем видеть. Да, что не будем видеть. Вот если мы тут линию пересечения видим, то, соответственно, кусочек сферы отсюда до этой точки мы видеть не будем. Да. Поэтому здесь мы его преобразуем. Начиная от этой точки. Видите, он так не хочет. Тогда мы его так сделаем. Вот так. И оставшийся вот здесь кусочек мы его изобразим пунктирной линией. Пунктирной линией. Это будет у нас дуга. Вот так. Это невидимое. Вот здесь. А вот здесь сама будет непосредственно видна. И с обратной стороны точно такая же история. Значит, изобразим вот здесь кусочек невидимый. А оставшийся изобразим пунктиром дугой. Вот так. Изобразили то, что не видим. А теперь давайте подумаем. А что мы не будем видеть у призмы? Мы не будем видеть вот этот кусочек и вот этот кусочек. То, соответственно, мы тоже самое это уберем. Начиная с этой точки. И заканчивая здесь точкой. И второй кусочек, который уберем, то это будет вот он. Начиная отсюда. И заканчивая вот здесь этим местом. Теперь соединим это пунктирной линией. Вот с этого места и до этого. И теперь отсюда. И досюда. Вторая. Вот, собственно говоря, и все. То, что требовалось сделать. Задача решена.